Я понял. Какова природа сигналов из космоса? Вернее, ученые теряются в догадках о природе неких сигналов из космоса. Ученые теряются в догадках так давно, что мы еще до сих пор, несмотря на давность, наверное, чувствуем запах шашлыха от Костраджердана Бронна. Поэтому удивляться тому, что ученые теряются в догадках, они будут теряться столько, сколько будет существовать человечество, потому что все новые и новые будут открываться явления Вселенной. И пока на сегодняшний день существует, к примеру, 11 теорий возникновения нашей Вселенной и существования параллельных Вселенных, ничего удивительного в том, что мы не уникальны во Вселенной, нет. Это совершенно естественное для Вселенной образование под названием человеческий разум или, по меньшей мере, разум. И другой вопрос, что может быть и в ближайших соседей наших по Вселенной нет разумной жизни, но то, что и она кишит во Вселенной, это совершенно очевидно. А природа разных явлений, сигналов, волн, которые поступают на сегодняшний день, к сожалению, абсолютно до конца не изучена, потому что еще лет 30 назад мы думали, что Вселенная конечна, потом думали, что Вселенная разбегается сегодня уже под сомнением этой теории. Кроме того, мы сегодня знаем, что на 90% Вселенной состоится из темной материи, темной энергии. И что это такое, поскольку это не видно и невозможно изучить, и только какие-то мельчайшие частицы, которые попадаются на глубине 2-3 километров под землей, и одну-две частицы вылавливают. Очень трудно на самом деле установить, что такое Вселенная. Поэтому явлений будет столько, на мой взгляд, неизученных, сколько будет существовать Земля. Поэтому ученые всегда будут теряться в догадках, ну и по возможности гореть на кострах, потому что догадки, как всегда, кого-то не устраивают такие. Продолжение следует...